И следующий поединок, очень интересный поединок в супертяжелом весе, рейтинговый, но несмотря на то, что здесь не разыгрывается никакой титул, имена участников, они заставляют любителей бокса уже обратить особое внимание на боксеров в ринге. Ну и первым не могу не представить Султана Ибрагимова. Султан Ибрагимов заслужил имя в любительском боксе, став серебряным призером Олимпиады в Сиднее. Все мы прекрасно помним его финальный бой с Феликсом Савоном. Феликс действительно легендарный боксер также, но буквально был он на грани поражения. И соперник Султана Алексей Осокин. Я просто так увлекся рассказом о заслугах Султана, что забыл представить его соперника. Соперник, не сказать, что он очень слабый и неопытный, но Алексею не хватало звезд с неба. Он действительно такой боец с большой буквы и зарабатывал. Ну, в боксе ничего просто не достается, но есть люди талантливые, которые, так скажем, талант помогает им достигать, а есть люди просто работящие. И они вот пашут и свой хлеб именно тренировками, каждодневным переламыванием себя, так скажем, зарабатывают свой хлеб. Также хочу сказать, что на этом бою присутствует легендарный человек. Но его имя можно сравнить с именем Дона Кинга. Но это своего рода Дон Кинг среди тренерской элиты. Панама Льюис, американский легендарный наставник. Наставник Роберто Дюрана, Ре Леонардо. Вообще имена не нужно расшифровывать поклонникам Тайсона. Да, но об этом я отдельно скажу, потому что дружба Тайсона и Султана Ибрагимова, она не случайна. Где-то эти боксеры очень похожи и сблизились именно манерой ведения боя. И к Султану очень тепло отнеслись в Америке. Он долгое время тренировался и действительно многое подчеркнул из американской школы бокса. И сейчас Султан имеет очень неплохие шансы стать чемпионом мира. Компания Голдбой Промоушен Оскара Довакой заключила с ним соглашение. Также канал HBO. Это дает нам большой, так скажем, большую уверенность в том, что Султана мы увидим в титульном бою за звание чемпиона мира. Все тут супертяжело ввести. Тем временем у нас прошел первый раунд. Мы почему не застряли на него внимание, потому что все-таки рассказ о боксере, представление его заняло настолько у нас много времени, что события первого раунда мы не успели просто откомментировать. Но ничего страшного для обоих боксеров пока не произошло. Здесь мы видели совершенно равный обмен ударами. Султан, ну, на правах фаворита, тоже присматривался к своему сопернику. И это мы прекрасно видим. Вот не просто присматривался, а даже левой рукой чуть его не нокаутировал. Второй раунд идет. Алексей не так открыто себя ведет, как в бою с Суреном, Калачаном. Все присматриваются, держатся на дистанции. Уже не так агрессивен, как в предыдущем бою с Суреном. Все-таки здесь опыт Дагимова и уважение к алюминистому сопернику не дают ему права активно атаковать. Но все-таки это боксы, надо боксировать, иначе ты не выиграть. Оживился Алексей. Даже где-то провоцирует Султана на активные действия. Вот почему мы отметили актерские качества Алексея. Он при всем своем боксерском таланте не забывает еще и работать на публику. То есть не всегда нокаутер, мощный боксер интересен публике. И не так общается, как, допустим, боксеры, ну, мини, может быть, титулованные, но публика чувствует от него отдачу, и эта энергетика, она заражает, по-моему, других. Мне вообще бой нравится, хотя я не вижу пока Табрагимова таких, очень-таки именно в его стиле жестких атак. Ну, видимо, он и тоже из числа других боксеров, которые не начинают сразу с участия. Ну, здесь и смысла нету так рисковать. Султан хочет побоксировать, он хочет почувствовать именно, нащупать свою манеру, потому что в рейтинговом бою можно еще экспериментировать, можно где-то давать и волю сопернику, и, может быть, пробовать новые комбинации, но рисковать, ну, тоже не стоит. Второй раунд, и какие-то итоги уже мы можем подвести. Все-таки, ну, не увидели мы такого уж явного преимущества Султана, как, в принципе, дает возможность предполагать его титул, его заслуги в профессиональном бонде. Ну, второй раунд, я думаю, еще рано говорить об усталости. Еще впереди шесть раундов. Кстати, об усталости, Евгений, а сколько приблизительно у тяжеловеса уходит времени на восстановление между боями? У обычных боксеров гораздо меньше времени между боями, чем и у тяжеловеса. Ну, если эти боксеры-листовесы, например, они прибавляют весы между своими боями, которые могут прережать, и длится и 3-4 месяца. Они могут умирать по 15-20 минут сверху, а потом это все нужно дымать. Есть какие-то примеры. Нет, ну, тяжеловесы все-таки, они более опасны друг для друга. Весистые удары и другая сила. То есть, если у легковеса проходит там точечных много ударов, то тяжеловесу достаточно пропустить один серьезный, чтобы выбыть уже из строя на месяц. Ну, ладно, о подготовке боксеров мы еще поговорим. Сейчас вернемся к бою. Султан неплохо движется, но пока еще на серьезное обострение не идет. То есть, он действует как бы из засады. Сейчас сокращает такую скачковую технику, сокращает дистанцию. Но удары скользко проходят, совершенно не задевают Алексея. Успевает, успевает уйти, Алексея. Видно, недостаточно скорости пока еще Султан. Не хватает ему скорости, чтобы точно пробить. Вот снега уже он четче попадает по корсу. Алексею понравилась эта атака, она еще была вот-вот. Давай, работай так же. Султан издалека. Это американская манера. Опущенной рукой дает ложный посыл, что с этой стороны не будет атаки и выстреливает именно с опущенной руки. Рой Джонс, по-моему, еще вот эти удары первый практиковал. Рой Джонс младший. Букс с опущенными руками. И третий раунд завершился. Уже бой начинает приобретать какой-то смысловой оттенок. И можно уже разобрать детально технику обоих боксеров. Султан все-таки пока делает ставку на длинные удары, не рискует. И вот этот его левый удар очень опасен. Идем рукой. Но Алексей пока еще не нашел ключа, не подобрал ключа Султана и раздергивал, старался его раздергивать во всяком случае. Четвертый раунд. Четвертый раунд из восьми. Знаешь, Весняли, почему я так смотрю и молчу? Потому что, может быть, и сказать, ожидалось немножко другого бокса. И публика тоже молчит и ждет. Ждет событие, что что-то должно произойти, но ничего не происходит. На самом деле... Потому что Султан Ибрагимов это имя. Это имя, который... Я даже знаю, что здесь много людей делали ставку на Султана Ибрагимова в первом раунде. Но как выяснилось потом, после уже боя, у него была травма руки. Ну вот... Объяснение очень-очень простое. Конечно, должна быть этому какая-то причина. Потому что не просто Султан боксирует. Ну, нельзя списывать из счетов Алексея Осокина. Он все-таки не такой уж он безинициативный боец, что смог противостоять Султану только когда Султан получил травму. Но Алексей атакует. Он старается. Но очень сложно подловить Султана. Он настолько опытный и действительно зрелый боксер, что здесь, я думаю, только скорость. Скорость и еще раз для техники, я знаю, сыграть решающую роль. Даже для травмированной руки эти удары просто несопоставимы с травмой какой-то. Потому что даже страшно потом, что у человека какая-то травма и так вот легко может наносить удары. Но уже Султан совершенно раскрепощен. Действует свободно. Кидает и джебы, и боковые, и передняя рука у него опущена. То есть он успевает закрываться при такой-то опасности. И тут же, тут же переходит уже два стака. Суга, по-твоему, ответы на стороны Алексея. Он понял, что уже этот спортсмен показал максимум на что способен и больше каких-то сюрпризов от него ожидать сложно. Поэтому просто Султан подходит в свой привычный бокс. И мы подошли уже к пятому раунду. И убедительно пока преимущество Султана. Но еще не вечер, как говорится. И Алексей тоже может поднести сюрприз. Посмотрим, что будет в следующем раунде. Интересно, Евгений, во время боя слышит боец подсказки со стороны тренера, болельщиков? Или же для него, когда уже за канат переступает, перестает ощущать реальный мир? Султана. Знаете, вот, Александр, мы с вами до комментариев общались по некоторым вопросам сексом. И вот вопрос секса он еще про смену. Какое-то название. Секс и спорт. Совместимы ли эти вещи? То есть ему только воздерживаться между спортсменами? Ну, научно доказано, что накануне боя все-таки боксеру, ну, и не просто боксеру, просто мужчине лучше воздерживаться, чтобы накапливать злость и не давать выход эмоциям. Но женщины наоборот устроены, поэтому мы не будем касаться этой темы. Смотрите, если выходит эмоция, и когда кто-то со стороны говорит, порой не слышит, что тебе что-то говорят. Это то же самое, только на эволюции. То есть то, что дает те установки, которые дает тренер во время боя, они боксерок не слышат. Иногда слышат. Это зависит уже от опыта и от возбудимости. Чтобы вовремя подсказать боксеру и чтобы он услышал. боксерок и подустали. Но это очевидно, потому что тяжеловесы тратят больше энергии, чем легковесы. Сложнее поддерживать такой высокий темп. Но темп, я бы сказал, в этом конкретном бою еще не так высок. но все-таки опыт султана включиться и начать прессинг он может использовать этот опыт. И вот сейчас мы наблюдали как после какой-то паузы он взорвался целой серии и опять ушел на излюбленную дистанцию. На первый взгляд подымотались ребята. последние секунды пятого раунда экономят силы боксеры. ну это правильно потому что впереди еще три раунда не имеет смысла сейчас расходовать силы расходовать энергию еще порядка десяти минут на ремнии около десяти минут можно провести и каждая минута это как вечность спортсмена. День я опять вот в возникшей паузе хочу вопрос вам задать насколько важна тактическая составляющая поединки недостаточно иметь просто на пультирующие удары чтобы решить свои вопросы в первых раундах взять даже этот бой ведь султан мог закончить этот бой гораздо раньше может это какая-то тактика или все-таки это сказывается травма я думаю здесь комплекс нужно подходить к этому здесь есть задумки спортсмена не хотел заказать назначение травмы которая может быть какие-то еще очень красивые возможности вот настройка сейчас с правой очень мощно наковал султан но Алексей пока держит удары очень бодро выглядит несмотря на усталость боксера другой попытался достать султан еще одна двойка но вовремя ставит перчатки Алексей султан сейчас пытается попасть в корпус чтобы сбить дыхание потому что нужно тоже экономить силы и обманывать соперника что он сейчас сделал ударил по корпусу и потом перевел атаку в голову Александр а знаете Алексей спецнази работает то есть у него обычной жизни экстремальная профессия и увлечение соответствует занятию детей тренируют у него нет боксирует не нравится вообще это хорошее спортсмены он выбрал этот образ жизни он ему нравится это видно когда человеку что-то нравится он с удовольствием это делает без необходимости зарабатывать деньги а без того что действительно без этого он не может ну естественно и материально составляющие уже в жизни маловажная ручка в клинче уже нету плотного обмена отдыхаю спортсмены там султан к концовке боя оживился провести ее уже на боевом на боевой волне и два раунда два раунда последних решающих седьмой сейчас мы с вами увидим и скажу что Алексей Алексей еще может еще может бороться за победу в этом бою еще не все потеряно хотя Султарно очень четко контролирует он где-то дает чуть-чуть Алексею поработать и когда уже тут переходит в рамки сразу же ставят на мисс алексей харкевич пелагуси 3 части финала определиться 16 марта следующий второй 22 часа седьмой раунд в атаке Алексей судья разводит максеров чтобы не отдыхали они в предпоследнем раунде уже с греко-римской борьбы захват с раунде раунде он как будто стартует отталкивается и с ударом летит вперед очень чревато налететь на встречный курс перевел перевел по корпусу с ну и султан уже наверное почувствовал что можно таким образом действовать против алексея и не опасается от него каких-то ощутимых атак очень хорошо использует пространство ринга и и и в то же время успевает отойти назад и занять центр ринга хорошо ощущение это расстояние с и и и и Пока ничего не происходит, высматривают у спортсмена какие-то бреши в защите, но это больше, конечно, похоже на отдых перед бурей, затишье перед бурей. Султан пытался сейчас промеж перчаток пробить, но на все время это заметил. Больше стало вязкости, да, в поединке появилась какая-то, и Султан, видимо, не устал, не тратит сил. Итак, последний раунд, сейчас выяснится за окончательно кто же стал победителем. Но все-таки по судейским запискам не произойдет никакой сенсации. Если, конечно же, Алексей не отправит знаков Султана, но ничего не пожелали бы чемпиона, но, в принципе, и любому боксу. В общем, пришел. Как любой профессионал, он старается не делать лишнего, чтобы не тратить. Вот, вот уже настоящий султан, да, тот султан, которого все ждали. Пропустил, пропустил. Я представляю, как он сейчас веним не испытывает, когда попадает больная рука. Алексей тоже не хочет охладить просто так стрелка, и он дает настоящий бой. Конечно, надо отдать должное его опыту. И действительно, он показал нам очень интересный поединок. И нельзя каждый раз от боксера требовать, что он покажет тебе чудо в какой-то нокрутирующий удар. Потому что неизвестно, что в этот момент происходит с ним. Это живые люди, и, ну, чемпион, он должен каждый раз подтверждать. Ему сложнее, ему сложнее, двойнее психологически. Претенденту немного полегче, потому что ему уже терять нечего, и он использует свой шанс. Но здесь у нас не титленный бой, а рейтинговый. То есть оба боксера используют этот поединок как лишнюю возможность подтвердить и улучшить свое мастерство. Мы будем на этот смотреть как на хороший, действительно, бокс, который стараются по возможности демонстрировать нам боксеры. Опасно идет головой Алексея, о чем предупреждает его рейтинговые. Конечно, тоже здесь еще может быть установлено сопрением, чтобы он до конца не раскрылся в течение всего года. А, то есть на БАВе могут присутствовать агенты будущего соперника и могут записать технику? Я слышал одного ученика, он рассказывал простого учителя, который этим образом его воспитывал. Он ему говорил, что ты выходишь, выступаешь, это было симпотом. И до конца не проявляешь, что еще. А у нас уже наступила развязка поединка и боксеры принимают поздравления на наших раньше повторных интересных наиболее моментов. Султан в атаке. Султан. Клинч. Чемпион России 2000 года. Алексей Особин. Россия. Что-то я захотел. Панама Льёй. Панама Льёй. Панама Льёй. Панама Льёй. Не позволил себе. Посмотри, как он смотрит. Ангел-хранитель. Султан. Панама Льёй. Панама Льёй. Легендарная личность. Просто легендарная. Мне довелось познакомиться с ним на этом турнире. И, кстати, хотелось бы заметить, что если бы не Артаги Люсян, человек, который является генеральным промоутером. Кристалл промоушен. Этого боя бы наверняка так бы его и не увидели бы. Именно ему пришла уже такая идея пригласить такую пару спортсменов. Да, и отметим, что Панама Льёй не просто опекает Султана, позволяя ему продвигаться по боксерски. Боксерскому Олимпу. Но и оберегает его от всяческих нападок прессы и вообще излишней рекламы, которые может потревозить боксера. И Султана...